Ола Амигас, на связи Матвей. И сегодня специально для вас я подготовил крайне интересное видео, которое, по-моему, на ютубе ещё до меня никто не снимал. Мне пришла в голову идея, а что будет, если поиграть в Fortnite на самых низких настройках графики и самым низким доступным FPS? Вот я и решил это проверить и заснять для вас видео. Так что сегодня я пробую играть в Fortnite с самыми низкими настройками графики, с самым низким 3D-разрешением и самым низким доступным FPS. А конкретнее в моих планах пофрибилдиться в творческом режиме и занять топ-1 в режиме арены. Всё это в 20 FPS. Более того, играть я собрался не на компьютере, а на своём специальном игровом телефоне. Да-да, я играю в мобильный Fortnite. Так что, ребят, ни в коем случае не переключайтесь, данный ролик обещает быть интересным. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале, и если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на своём телефоне, обязательно оформь подписку. Тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по мобильному Fortnite во всём СНГ. Ну а если ты уже подписался, то не забывай про наилучшую поддержку меня, а именно мой тег-автормотивкар в твоём же днём на магазине Fortnite. Смело води и покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать скрины своих покупок с мейнтегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или специальный канал в нашем Дискорд-сервере. Ссылку на это всё ты сможешь найти в описании. Таким образом, ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а также теперь я читаю имена трёх пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Хасбину, Фертмену и Котяре. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и давайте-ка наконец-таки посмотрим, как я буду играть в Fortnite Arena на своём Android-устройстве, при этом с самыми низкими настройками графики, с самым низким 3D-разрешением и всё это в 20 FPS. Так, в общем, вот я запустил игру. Давайте сейчас поставим самые низкие настройки, которые только у нас есть. 3D-разрешение до 37%, а FPS на 20. Ох, ребят, чувствую, это будет жесть. Предлагаю для начала поиграть с такими настройками в творческом режиме, посмотрим, что к чему и далее пойдём в арену. Ох, ребят, заранее извините меня за отвратительное качество видео, которое будет далее, потому что я не предоставляю, как вы будете смотреть вообще это видео. Оу, фак. Даже не представляю, как я вообще так смогу играть. Не то, чтобы в творку, так в арену. Это же пипец просто. Что ж, ну сейчас посмотрим, что будет, если отнять у мотивкара 60 FPS. Да, блин, ну боже, с 20 FPS вообще отдачи практически никакой нет. Я не могу нормально даже дабл-эдит сделать. Не, ну вот более-менее самый примитивный тоннель вроде как делать получается. Блин, а чё я вообще редачить не могу, боже. Не, ребят, это реально жесть. Я не представляю, как я вообще буду играть в арену с такими настройками. О, о, уже что-то вот выходит, получается. Ничего, ещё полчасика примерно поиграю. Думаю, уже как бы привыкну и на арене буду любого растаскивать абсолютно. Учитывая при том, что у меня первый дивизион, я и в арену ещё не играл. Так, ну ладно, в принципе, в принципе, я вроде как уже нормально так натренировался. Поиграл где-то около получаса. И думаю, вот сейчас уже можно идти в арену. Ну чё, в любом случае, даже интересно вообще, как пойдёт игра. Буду ли я каждую катку сливаться или может даже реально смогу победить. В общем, сейчас узнаем. Так, ну вот, я запустил и, честно говоря, я уже не верю, что мы выиграем. Но всё же, я постараюсь затащить и специально ради вас, я уверен, но хоть кого-нибудь мы убьём. И я думаю, короче, буду снимать до тех пор, пока не будет какого-нибудь крутого момента, там, где я всех разношу. В общем, поехали. Ну чё, хот-дроп, прыгаю в одинокое озеро, почему бы и нет. Фак, кажется, мы не попадаем в одинокое озеро, учитывая наш фпс. Короче, вот на этот дом можно, короче, приземлиться. Думаю, там есть сундучок. О, самый крутой дробовик в этом сезоне. Ну всё, можно считать, победа уже в моём кармане. О-о-о, первый чел, да всё, я его сейчас убью, ребят, отвечаю. Ну чел-бот просто слился, чуваку, с 20 фпс. Убил, как нефиг делать. Отвечаю, у кого мало фпс в фортнайте, юзайте только вот этот вот скоростной дробовик, потому что по-другому вам не удастся никого убить. Так, блин, ребята, к сожалению, предыдущая запись оборвалась, но не беспокойтесь, ничего интересного там не было. Сейчас тоже прыгаю на ход-дроб, короче, будет. Готовьтесь к такому зрелищу, сейчас всю локацию вынесу, вот, отвечаю. Блин, а здесь до хрена людей, оказывается, прыгает. О, ну вот, хотя бы один сундучок мне оставили. Первого чела встретил, сейчас отвечаю, разнесём. О, без брони оставил, всё, сейчас пойду, зажму с ппшки, всё, капец ему. Оу, ноу, ноу, всё пошло не по плану, нет! Да блин, нет, блин, у него, у него был имбовый дробовик, у меня было какое-то говно. О, так, всё, короче, прыгаю в рыдающую рощу, разошу всех и беру топ-1. Да блин, боже, чему просто повезло, был бы у меня 60 фпс, я бы его на изи разнёс. Да что за фигня, я не понимаю, я просто не могу нормально камеру поворачивать в 20 фпс. Так, всё, прыгаю на ход-дроп, приятный парк, короче, сейчас вот я вот отвечаю, клянусь, я должен затащить, потому что, ну, это пипец какой-то был, мне просто не повезло. Блин, не понимаю, что челу приспичило прибежать ко мне домой, у него наверняка даже оружия нет. Флох. Эээээ, ты чё делаешь? Боже, хотел меня на кирку посадить, да не, я не такой нуб. Боже, почему, почему у меня дробовик начал перезаряжаться, на нём, на нём же были патроны. Хрень полная, ребят. Опять я, опять прыгаю на ход-дроп, да. Я вот отвечаю, что вот мне подсказывает, что эта катка у меня точно будет удачнее, я вот 100% смогу взять топ-1. Ребята, цените мои топовые оружия, да, я заутал практически всю рыдающую рощу, и так ни одного чела не смог встретить, так что, не знаю, пойду. Сейчас фармлю ресурсы и иду искать себе врага. О, ну всё, это реальная заявочка на победу. Если ты играешь с низким FPS в Fortnite, то зажимы это твоё всё. Точнее, всё, что тебе остаётся делать, так это только зажимать. Блин, эти пиксели меня реально уже бесят, мне глаза уже режут, вот эта вот квадратная картинка. Я в Fortnite или в Minecraft играю, я не пойму. Короче, заметил какого-то бота, он меня пока что ещё не заметил, сейчас подкрадусь. И как зажму, он можно уже считать мёртвый. Удачно я ему так всю броню снёс, ну чё, у меня есть фиолетовая ППшка, сейчас я его реально убью одним моментом. Боже, блин, начинается билд-файт, боже, я не знаю каким образом я вообще редачу. Попытаемся ретейкнуть его в 20 FPS. Так, у меня плохие новости, у него помпа. Да он сам меня боится. Чел реально попуск, реально проиграть челу с 20 FPS. Боже, как же на самом деле хочется взять помпу, ну я типа понимаю, лол, я с этой помпой, со своими 20 FPS, ни хрена сделать не смогу. Поэтому придётся её тут оставить. Короче, у меня появилась крутая идея, золотать airdrop. В принципе, никого не вижу, думаю, сейчас спокойно золотаю и уйду. О, найс. Так, кто, откуда? Ай, ай, блин, как он там оказался? Он же был спереди. Да ё-моё. Да ладно, у меня, по сути, не было шансов, у меня было малых, блин, да он ещё беймит. Шансов и так не было, видно, какой-то киберспортсмен на меня напал, так что, ладно, признаю своё поражение. Так, ну в принципе, у меня пока что для вас это всё. Честно говоря, не понимая, как так люди играют в Fortnite, я бы на их месте предпочёл просто не играть в эту игру, чем играть вот с такими настройками. С 20 фпс ты вообще ничего не можешь сделать, отклик в игре минимальный, да и вообще, я не знаю, так невозможно играть, ребят. Если вы так играете в Fortnite на телефоне, то лучше реально качайте АПК, любым способом устанавливайте себе 60 фпс, либо удаляйте игру. Потому что мне реально жалко таких людей, которые вот так вот играют в Fortnite в 20 фпс, это вот реально от игры ты получаешь ноль наслаждения, только одни страдания. Обязательно пишите в комментариях, сколько в среднем фпс в игре именно у вас, будет интересно узнать. Ну а так, огромное спасибо за просмотр, если вы досмотрели это видео до этого момента и до сих пор не поставили лайк, обязательно сейчас же это исправьте, я старался. Ну а по традиции с вами как всегда был Матвей, аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok